Разговоры о важном в едином центре поддержки военнослужащих и членов их семей прошла встреча с участником специальной военной операции, который приехал с фронта в родной Серпухов на несколько дней. Надеемся, что все пригодится, все будет востребовано. Ольга Герасина пришла в комитет по личной просьбе мужа, который находится сейчас в зоне спецоперации. В его батальоне случился пожар, сгорел блиндаж, а вместе с ним все вещи и спецтехника. Здесь, в центре поддержки участников СВО и членов их семей, она получила для супруга гуманитарную помощь. По личной просьбе, ну, муж у меня очень скромный, никогда ничего не просит. А тут уже в виде стечения обстоятельств ребята находятся на передовой, не так просто и не так все легко туда доходит, как хотелось бы именно на передовую. Поэтому обратилась с просьбой, чтобы даст личную посылку, чтобы это пришло, конкретно ребятам, время батальон, то, что им там необходимо. Мне все помогают, я очень благодарна, спасибо. Ольга уже не раз обращалась в комитет воинов Отечества и всегда получала обратную связь. У нее на передовой находится муж и старший сын. Сегодня она встретилась и передала посылку волонтеру Анастасии Токтаевой, которая на следующей неделе отвезет очередную партию гуманитарной помощи. К сожалению, у нас ребята сейчас сталкиваются с таким непониманием даже родственников, как... Вот, допустим, один сказал, мне ничего не надо. И родственники сели и сказали, ну, ему ничего не надо, все. А другие, нет, другие собирают, все равно, наперекор всему, собирают ему коробочку из дома, из дома. Самое главное, это привет из дома, привет из дома. Коробка, да не важно, что там лежит. Самое главное, это привет из дома. Приятным сюрпризом стал приход военнослужащего, который приехал в отпуск и вместе с супругой пришел в комитет познакомиться с волонтерами и выразить свою благодарность за помощь, которую семья получает в тылу, а бойцы на передовой. У нас в блиндажах то, что вы присылаете от детей, то, что... Да, только два раз. У нас в блиндажах все в открыточках эти. Нам мы еще хотели сказать, чтобы детей там не использовали особо. Для них это гордость написать письмо защитнику, настоящему герою. Вы представляете, а им же рассказывают, что вы сейчас напишите, а там через две недельки уже получат ваше письмо, и герой будет его читать. И он это из Серпухова получит, из родного дома. Это просто и для нас счастье, и для них счастье. И мы понимаем, как это дорого для вас, потому что это частичка того родного дома, который вам так необходим там. Татьяна Орлова, заместитель главы администрации Серпухова и депутат Совета депутатов Юлия Громова рассказали о работе, которую ведут вместе с волонтерами и активными жителями округа. И мы это делаем действительно не потому, что мы хотим, чтобы вам там было хорошо, чтобы вы были живы, здоровы и обязательно вернулись. Вот только для этого. Очень ждем вас всех. Скорее бы все закончится. Победы. Артур же, в свою очередь, поведал о военном быте, о трудностях, с которыми они сталкиваются, и о том, в чем сейчас нуждаются бойцы. Точечно везде все по-разному. Ну, допустим, вот сейчас, где мы находимся, это нужно утеплять блиндажи. Это нужна пленка. Она всегда нужна, потому что иногда крыши надо переделывать. Это гвозди, ну, крепеж, в общем, разный. Это утеплители. Окопные свечи, то, что отправляют, очень помогают. Поначалу этими окопными свечами не понимали, как... Ну, многие не понимали, кто-то сто процентов знал, как делать. Но, как оказалось, покопная свеча, просто ее можно и в печку положить, она горит, разжигает. Сырые дрова – это очень полезная вещь. Окопные свечи нужны. Скоро зима, и бойцам снова нужны будут теплая одежда и вещи первой необходимости. Все это можно будет принести по адресу в пункты сбора по будням с 9 до 18.00 по следующим адресам. В конце встречи по сложившейся традиции – общая фотография на память и подпись бойца на флаге Серпухова. Субтитры создавал DimaTorzok